Дорожное движение Обгон — самый опасный манёвр. На неделе произошло несколько ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Операция «Должник» в автоинспекции подвели итоги рейдовых мероприятий. На прошлой неделе в области произошло 8 автоаварий, в которых 1 человек погиб и 9 были травмированы. Движение в зимний период имеет ряд особенностей. Прежде всего от водителя требуется повышенная концентрация, аккуратность и выбор безопасных моделей управления автомобилем. Банальная невнимательность или же сознательное нарушение правил дорожного движения нередко приводят к трагедии. 2 февраля около часа дня в Суземском районе произошло ДТП на железнодорожном переезде, в котором погиб водитель автомобиля, грубо нарушивший правила дорожного движения. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Хонда Серви», двигаясь в сторону поселка Суземка, при проезде регулируемого железнодорожного переезда, проигнорировал запрещающийся сигнал светофорной сигнализации и выехал на переезд, где произошло столкновение с поездом. Водитель «Хонда» от полученных травм скончался, а 24-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован. С целью установления состояния упинения у водителя автомобиля «Хонда» осуществлен забор биологических объектов. И машинист «Локомотива», и водитель транспортного средства, который остановился перед переездом на противоположной стороне, подавали как световые, так и звуковые сигналы водителю «Хонды» для предотвращения дорожетранспортного происшествия. На втором переезде на этом увидел, едет поезд. Ну и остановился, ну как положено все это, остановился и стоял, ждал, пока он проедет. Тут вижу, спереди едет машина. И как бы, ну думаю, остановится, но как ехала, так и едет. Я там пытался светом моргать, показать, что это самое, ну остановить, что поезд едет, а он ноль внимания. С левой стороны машины остановились, справа не было машин, но вылетел один на «Хонде». И подавал сигналы однократные, но он на них внимания не обращал. Мне даже оказалось, что увеличили, наоборот, скорость, чтобы пролететь, чтобы быстрее. Он применил экстренные торможения, хоть и так был на тормозах скорость, и не удалось предотвратить столкновение. На месте ДТП сотрудники ГИБДД, совместно с представителями организаций, обслуживающих данный переезд и участок автомобильной дороги, провели обследование, по результатам которого недостатков содержания железнодорожного переезда и подходов к нему не выявлено. В текущем году это первое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими на железнодорожном переезде. Аналогично, в феврале прошлого года на территории Брянского района на железнодорожном переезде произошло ДТП, в котором погибли три человека. Напоминаем, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда водителю в соответствии со статьей 12.10 КОАП РФ грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение грозит лишение прав на срок 1 год. В ходе надзора за дорожным движением сотрудниками ГИБДД за прошлый год выявлено почти 250 нарушений правил проезда железнодорожных переездов. В текущем году выявлено свыше 50 нарушений указанной категории. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителями обслуживающих организаций на постоянной основе проводятся мероприятия по проверке эксплуатационного содержания злодорожных переездов и подъездов к ним. В случаях выявления недостатков принимаются меры по их устранению. Но ведь штраф — это ничто в сравнении с ценой человеческой жизни. Водителям транспортных средств необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров. Стоит выключать свою самоуверенность, ведь дорога не прощает ошибок. Одним из самых опасных маневров является обгон. Перед его началом водитель должен убедиться, что помех для обгона нет, оценить дорожную обстановку, погодные условия и только потом принять решение о возможности совершения маневра. 3 февраля с разницей в несколько часов на брянских дорогах произошло два ДТП с пострадавшими по причине выезда на полосу встречного движения. Первая авария произошла около 9 утра в Дубровском районе. По предварительной информации, 28-летняя женщина-водитель автомобиля БМВ, двигаясь со стороны города Смоленска в сторону города Брянска, при совершении обгона не справилась с управлением, съехала в кувец с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщина-водитель с переломом ноги госпитализирована. С целью установления состояния опьянения у нее произведен забор крови. Кроме того, в отношении автоледи составлен инистративный материал за отсутствие страховки. Пошли на обгон грейдер, нас занесло и выкинуло в кувец. Я ехал вдоль бордюра, чистил дорогу. И они на обгон пошли. Я только увидел, как они улетели в кувец. Второе ДТП произошло спустя полтора часа уже в Выгоническом районе. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля ГАЗ-3105, двигаясь со стороны города Трубчевска в сторону поселка Выгоничи, опять же при совершении маневра обгон, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 69-летнего водителя. Ехал километров 60, ну 70, и не больше. На встречу ехал дальняк фура. Из-за нее сразу выскакивает автомобиль, я его заметил, светлого цвета. И еще удар, больше ничего не помню. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ с диагнозом трясения головного мозга, ушиб грудной клетки, был госпитализирован. Я понял фуру, машину не заметил встречную. Та сути на обочине не получилось. Также с травмами в различной степени тяжести была госпитализирована и 65-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. С 3 по 4 февраля на территории Брянской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление и пресечение факта уклонения от уплаты административных штрафов в области обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения принципа неотвратимости наказания в отношении нарушителей ПДД. Рейдовые мероприятия проводились во взаимодействии со службой судебных приставов. За два дня операции выявлено 14 должников, из них 9 злостных, которые имели неоплаченные штрафы на общую сумму, превышающую 560 тысяч рублей. Кроме того, судебными приставами наложен арест на 13 транспортных средств, принадлежащих должникам. За период проведения ОПМ должниками оплачено более 250 административных штрафов на общую сумму 146 тысяч рублей. Так, в ходе одного из рейдов 3 февраля на территории города Брянска около половины 11 утра на улице Фосфоритной нарядом ДПС был остановлен автомобиль Рено Логан под управлением 33-летнего водителя. В ходе проверки по информационным базам ГИБДД установлен факт задолженности за неоплаченные штрафы на сумму 200 тысяч рублей. Кроме того, установлено, что срок действия водительского удостоверения у водителя истек еще в 2020 году. По результатам проверки через СПО Паутина в отношении указанного водителя составлено 15 административных материалов за нарушение ПДД на сумму более 75 тысяч рублей. Кроме того, сотрудниками ДПС составлено более 36 административных материалов по статье 20.25 КОАП РФ за несвоевременную уплату штрафов на сумму свыше 340 тысяч рублей. Водители автомобиль были переданы сотрудникам службы судебных приставов для дальнейшего разбирательства. Напоминаем, что в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КОАП РФ неуплата административного штрафа в срок лечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. И на сегодня это всё. Желаем вам безопасного пути и только хороших новостей. До встречи в эфире на телеканале «Брянская губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова